Элина Чегулова, красота глазами художника. Спасибо, Элечка, за вопрос. Я думаю, что это настолько глубокий вопрос, что я буду много возвращаться к нему. И сейчас просто, может быть, какие-то аспекты, которые сейчас меня волнуют, я попытаюсь высказать, вербализовать. И потом еще буду наверняка к этому еще много-много раз возвращаться, какие-то новые аспекты будут открываться. Вначале скажу, что, конечно же, я говорю только о своих ощущениях, о том, как я это чувствую, что для меня является красотой. На мой взгляд, первое и главное, то, что красота в глазах смотрящего. То есть это огромный труд, огромная работа зрителя увидеть в той или иной картине красоту. Эта подготовка может занять многие-многие годы, прежде чем он увидит это. Вспомните знаменитый сюжет, известный как, по-моему, Сикстинскую Мадонну. Я не помню, наверное, ее, скорее всего. Обсуждали две барышни, когда ее привезли, по-моему, в Москву, в Пушкинский музей. И сзади, услышав их разговор, отреагировала на этот диалог маленький этих двух женщин Раневская. А диалог был такой, что-то мне эта Мадонна, Мадонна меня не очень-то возбуждает, не очень-то трогает. Не очень-то она мне сказала одна барышня, обращаясь к другой. На что, услышав этот разговор, Раневская сказала, что она на своем веку столько уже перевидала людей, что вправе сама выбирать, кого трогать, кого не трогать. Этот сюжет говорит о том, что это большая работа зрителя, это подготовка, это изучение, это страсть изучения искусства, изучение того, что за весь период существования натворили художники, люди, люди искусства. Теперь художник. Что для него красота? Мне кажется, что все, что настоящее, красиво. Все, что живое, красиво. И вот смерть, наверное, уродлива. Живое. Я говорю то, что я сейчас чувствую. Вполне возможно, что это скоро изменится. Изображать жизнь, вне зависимости от возраста человека, любой красив, пока он живой. Писать старика, пожилую женщину, видеть ее руки, как эта форма находится в пространстве. Светвизлучающая жизнь в любом возрасте, больная. Я писал просто много стариков. И меня спрашивали, друзья, что ты находишь в этом красивого. Я не мог объяснить. Попробуйте объяснить. Как это, эти вот прожилки, сухощавость, вот это вот все, кости, такие видны все. Дряблая кожа, там скулы, лицо. Как это красиво? Как это объяснить? Видимо, тот, кто спрашивал, просто не имел. Он не художник, он не мог это понять. И, видимо, не каждый может это увидеть, красоту пожилого человека. Но, если он умер, и рисовать умершего, я не готов. Может быть, это тоже в контексте может быть красиво, как элемент искусства, да, если в картине это присутствует. Но это же вызывает чувство. Вообще, мы говорим, красиво-некрасиво, это сразу предупрежу, предупрежу, что это в масштабе двойственности, да. Хорошо-плохо, красиво-некрасиво. А других, из другого мира мы на это не смотрим. Вот просто вот в этом вопросе красота глазами художника. Я пытаюсь об этом. Поговорить. То есть, допустим, такой все-таки момент с пожилым человеком, да. Но ведь красоту-то излучают его глаза. Да, пожилые. Да, мутные. Но если в них огонь жизни, ты видишь через эти глаза целый мир, который просто не укладывается ни в какие слова. И поскольку художник не отображает мир, это не фотограф, а создает новый мир в своей картине, то художник в этом смысле это маг. Это маг. Заметьте, он создает настоящее. Вот этот момент. Не тот, который был, не тот, который будет, а этот момент. В этом смысле художник находится... Он этот момент вмораживает, кристаллизует в холст. И это продолжает жить. Этот момент, который кристаллизован. Это уникальная вещь, уникальное событие. Художник может отразить момент. Вот красота. И в этом смысле самое важное, мне кажется, для художника запустить себя на орбиту самого высокого, высокой планки, самого высокого восприятия. Тогда... Тогда вот с этой высокой горы ты можешь обозревать гораздо больше, чем находясь лицом, я не знаю, к стене. Ну, открывается мир. Чем выше ты, тем больше видишь. У Николая Заболоцкого есть такое стихотворение некрасивая девочка. Посмотрите в интернете, почитайте. Там речь идет о том, что девочка выбежала во двор и радовалась, как два мальчика катались на велосипеде, бегала за ними. Радовалась. Там очень красиво написано и очень красивый финал. Он пишет, а если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде? Мне кажется, ответ здесь. Я за огонь. огонь жизни, огонь любви, огонь чистоты. Это все. Продолжение следует...